Здравствуйте! Я Раджана Дугар де Понте, президент Лиги Свободных Наций. Обращаюсь ко всем людям доброй воли с призывом защитить башкирского активиста Фаиля Алсынова от беспредела российского кривосудия. 17 января этого года он был осужден судом в Баймаке на 4 года лишения свободы за речь, произнесенную им в апреле 2023 года на сельском сходе. Все обвинение строится вокруг разного прочтения, словосочетания употребленного им в речи карахалык, что означает буквально «черный люд», «черный народ», «простой народ», «работяги». Эксперт, который подготовил экспертизу в интересах следствия, перевел это словосочетание как «черномазы». Я думаю, ни для кого не секрет, кто оперирует такими словами в отношении инородцев. Кто говорит, кто называет нас чурками, черными, черномазами? Естественно, любой человек в России знает, что этими словами представители великодержавного русского этноса называют представителей других народов, таких как якуты, буряты, башкиры, казахи, узбеки, жители Северного Кавказа и так далее. Слов с таким значением в наших языках нет. Они существуют только в русском языке. Поэтому, господа русские имперцы, расисты и шовинисты, хватит судить по себе. В Баймак во время суда съезжались тысячи людей со всего Башкортостана в этот небольшой населенный пункт, который находится на границе России. Тысячи людей стояли и дежурили возле здания суда и скандировали «мы черный люд». После оглашения приговора 17 января начались волнения, которые разгонялись с беспримерной жестокостью. Людей избивали дубинками женщин, стариков, молодежь. И были даже выстрелы по протестующим. И люди, которые протестовали, они четко дали понять этой власти сатрапам, которые сидят и действуют по указке Москвы, что народ устал от этого беспредела и говорит «хватит». Хватит диктатуре русского империализма. Мы хотим жить самостоятельно. Мы хотим сами решать нашу судьбу. Народ грудью встал на защиту своего героя. Алсынов в тот день на сельском сходе сказал следующее. Армяне уедут на свою родину. Карахалык к себе. Русские в свою Рязань. Татары в свой Татарстан. Мы не сможем переселиться. У нас нет другого дома. Наш дом здесь. Под этими словами может подписаться любой представитель какого-либо порабощенного Россией народа. Москва грабит природные богатства Бурятии, Саха-Якутии, Ханты-Мансийского округа, Горной Шории, Хакасии, Тувы, Башкортостана, оставляя после себя пустоту и зону экологической катастрофы. У нас также нет другого дома. Мы не можем все переселиться куда-либо, потому что наш дом – это Бурятия, это Башкортостан, Саха-Якутия. Бурятия – это наши земли, на которых наши предки жили в течение тысяч и тысяч лет. И мы должны оставить природные богатства наших земель нашим детям, внукам и правнукам. Рига свободных наций выражает полную солидарность и поддержку народу Башкортостана, который встал на защиту своих интересов, который встал на защиту одного из своих героев, Фаиля Алсынова, который является одним из лидеров Башкирского национального движения. Он был среди защитников священного шихана Куштау. Он защитил шихан Куштау от разработки и уничтожения Башкирской содовой компании. С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину Алсынов выступал против войны, против агрессии России и против участия в ней башкирских солдат. Я обращаюсь ко всем представителям порабощенных Россией народов. Сейчас наступило время для всех нас осознать, что пришло время к тому, чтобы взять, наконец-таки, нашу судьбу в наши руки. Сейчас в авангарде борьбы порабощенных народов находятся башкорты. Мы гордимся вами, наши братья башкорты. Вы доказали, что недаром вы зоветесь последователями главного волка башкорт. Вы идете сейчас во главе нашей борьбы, нашей общей борьбы. Мы все должны объединиться и присоединиться к этой героической борьбе башкирского народа за свободу. Недаром протестующие в Баймаке скандировали «Свобода». Спасибо за то, что вы есть, за то, что вы выражаете свое несогласие и за вашу смелость и мужество. Мы обязательно присоединимся к вам, и мы будем бороться вместе за вашу и нашу свободу. Свободу Фаилю Алсынову, свободу порабощенным народам Российской империи. Так победим!